Здравствуйте, дорогие друзья! Новая недельная глава Хаей Сара. У нас есть между этими главами такой переход, это жертвоприношение Ицхака. И новая глава начинается уже со смерти Сары, хотя говорится о жизни Сары, это отдельно мы поговорим. Но вот жертвоприношение Ицхака, принесение в жертву своего единственного сына было страшным испытанием. И на этом закончилась наша предыдущая глава. Я расскажу короткую историю, я когда-то рассказывал, но она сейчас важна для нашего урока. Был такой Раби Ушри, а ему было 27 лет, и когда фашисты ворвались в Слободку, он был там, и в эту ночь начались погромы, убийства, и главный раввин Слободки Раби Гершон, ему перерезали горло, и он сказал, что, дети, расскажите о наших страданиях, и умер. И вот он, Раби Ушри нашел интересный способ рассказать о Холокосте. Он вместе с женой с детьми был отправлен в гетто Каунаса, и все время евреи обращались к нему с разными галактическими вопросами. Раби записывал их на маленьких листочках бумажки, а затем прятал в коробочке и закапывал в землю. Он надеялся, что записи его станут свидетельствами, в каких условиях, с каким достоинством велись ее многие люди. В гетто погибли, его жена, дети, и одному Раби выжил, и после войны откопал коробочки, издал потрясающую книгу из глубин. Его сочинение перефразировало слова царя Давида «Из глубин возвал к тебе и Всевышний». Он стал, кстати, потом раввином на Манхэттене, женился на женщине, пережившей осменцем, и умер в возрасте 89 лет, оставив после себя жену, трех дочерей и шестерых сыновей. И вот я расскажу короткий эпизод, я уже рассказал из этой книги. Он сказал, что к нему пришел человек, он был единственный раввин в лагере, и говорит, что мой сын единственный, его схватили, капо и полицейские, и заперли в группу, которые утром отправляют в крематорий. Я подкупил одного капо, он сказал мне, что готов выпустить моего сына, но вместо него возьмет другого ребенка. Скажите, Раби, я имею право по закону это сделать? Раби уши говорит, я услышал вопрос, задрожал весь. Я говорю, дорогой, как я могу ответить на этот вопрос? Даже когда стоял Иерусалимский храм, вопросы жизни и смерти решались мудрецами. Прошу тебя, Раби, ответь на мой вопрос. Начал плакать отец, я хочу спасти своего единственного сына, пока его не увезли на смерть. Я говорю, не могу ему Раби уши ответить, ты можешь делать, что хочешь. Раби, я пришел к тебе, потому что ты единственный человек, который ответил. Раби говорит, я не знал, что делать. Я знал, я пытался уклониться, но в конце концов я понял, что ничего не помогает. И закон тоже однозначный, потому что обрекая на смерть другого ты не можешь. Убей другого человека, или мы убьем тебя. Талмуд запрещает спасать свою жизнь, убивая другого. И он говорит, я сказал этому человеку, закон разрешает тебе не выкупать сына. Я принимаю твое решение, сказал отец. И его плач и слезы, говорит, разрывали мое сердце. И он сдержал свое слово и не выкупил ребенка. И вот весь тот день, Рошашана это был как раз, он повторял, что подобно Аврааму принес в жертву своего сына. Я мог спасти своего сына, но я не сделал этого. Жертвоприношение Ицкака тоже произошло в Рошашана. И я думаю, что это был огромный поступок, на небесах невероятные вещи произошли. Но я думаю, что то, что совершил этот человек тоже невероятно. И надо задуматься об этом. Вы знаете, многие победы или поражения связаны с духом. Рассказывать короткую историю, когда была прошлая Ливанская война, захватили террориста в плен, уже закончился, он понимал, что... И он пишет потом воспоминание. Говорит, я считаю, я бы знал, что все закончено, что уже десятки лет нас не... И тут стоит мой конвоир и ест, а был в Пейсах, и ест Питу. Я ему говорю, что вроде же евреям вам нельзя есть Питу в этот день. А он смеется, говорит, меня это не касается. И в этот день, говорит террорист, я понял, что не все потеряно. Я понял, что надо бороться, что мы еще можем победить. Понимаете, как наша слабость в каком-то духовном вопросе, и поднимает силу зла. Сейчас всё самопожертвование. Говорят, самопожертвование Авраама. Сейчас всё самопожертвование. Сегодня пойти в микру, женщине самопожертвование. Свечи зажечь. Мужчине пойти в синагогу, всё самопожертвование. Но мы должны за этим самопожертвоваться, потому что люди перед нами шли намного больше. А мы что, не можем поднять свой зад, чтобы пройтись утром в синагогу? Поэтому сегодня так же все зависит от нас, как и тогда. Все зависит от тебя, вот конкретного тебя, который слушает наш урок. Ты можешь улучшить этот мир или ухудшить. Ты можешь его убить, а можешь и наоборот. Поэтому, чтобы наши враги не могли поднять голову, мы сами должны правильно себя вести. Брахавая слуха. Субтитры сделал DimaTorzok